друзья сегодняшний урок будет именно вот об этом как сделать сферу 360 сзади вас вырезать вас наложить сглаживание кожи сделать разные варианты по таку на экран чтоб переключались друзья я приветствую вас на своем канале сегодня у нас долгожданный урок немножко предыстории об этом уроке то есть урок у нас как вставить себя в панораму 360 градусов с высоким качеством чтобы можно было переключать картинки и так далее давайте немного предыстории заходим в google chrome мою группу ссылки все в описании опускаемся ниже и видим то что у нас был опрос в котором вы также можете продолжать голосование сейчас найдем вот он собственно те которые пункты больше всего голосов набирают те уроки я делаю смотрите у нас был как сделать игру поймай меня я выпустил нанесение пресетов lightroom для spark я выпустил далее у нас на очереди 360 панорама заднего фона но я собирался сделать этот урок но один из наших подписчиков сделал этот урок сейчас вам покажу я публиковал на стену и на тот момент я подумал что ну наверное не буду его делать раз типа сделали урок уже такой но посмотрев его урок я понял что все таки мой урок стоит записать он будет более подробный более всяких фишек вам покажу в общем все по плану так что начинаем кстати сразу оговорюсь то что маска которую мы сегодня создадим она не будет работать на старых версиях android и на iphone 5s и ниже это вам также напишет facebook на всех остальных телефонах будет все супер пупер работать итак открываем наш spark давайте создадим новый проект пусть повисит у нас в трейда и сейчас мы будем все по порядку подготавливать материалы и собирать нашу маску для создания панорамного эффекта нам понадобится сфера она кстати есть в библиотеке спарка но и и не стоит использовать сейчас расскажу почему вот смотрите если вы заходите в библиотеку выбирайте 3d объекты примитивы здесь есть там но все что необходимо есть сфера низко полигонально есть сфера средне полигональная но изображение наносится криво то есть точки сильно искажают и еще изображение переворачивается не знаю кто вообще делал эту сферу какая-то она странная поэтому мы сегодня сами создадим сферу и также если вы не хотите заморачиваться в 3d редакторах можно сферу создать в любом кстати в блендере cinema 3d maxi но если допустим вам нужно готова то пожалуйста вот нашей группе вконтакте есть в материалах сейчас на данный момент это на последней странице вот она сфера количество грани у нее 100 радиус 35 и вес 257 килобайт идеальная сфера для данного проекта но если вы хотите научиться создавать такое сами я вам сейчас покажу на примере 3d max 3d max я очень люблю но тем не менее понимаю что многие из вас могут пользоваться другой программой но везде принцип одинаковый давайте сделаем здесь во весь экран вот нажмем создать сферу но перед тем как мы создадим давайте посмотрим наши настройки вот кастомизация и здесь единицы измерения настройки собственно у меня сейчас стоит сантиметры тоже поставьте сантиметрах нажимаем ok создаем сферу сейчас объясню почему размер сферы очень важен помимо собственно наших сегментов да вот сегменты это такие точки полигоны скажем тогда вот . . . . там . . вот они между собой прямыми связана то есть когда точек мало сфера кривая какая-то когда . . много она очень плавная собственно нам достаточно 100 точек и радиус сантиметрах 35 радиус будет отвечать в нашем эффекте за то насколько мы видим угол обзора то есть например это будет примерно так наша сфера будет допустим выглядеть так если вы сделаете сферу больше у вас будет больше обзора если еще больше больше если сфера сильно маленькая вы будете видеть изображение слишком близко вот на примере 3d max я вам это показываю далее собственно сферу мы нажимаем файл экспорт экспортируем и выбираем формат fbx и пишем допустим сфера она у меня уже скачано с контакта точно такая же заменять не будем нажимаем закрыть и давайте скромно что ридом акса нам сегодня больше не понадобится собственно эту сферу мы вставляем в наш spark окей сфера загрузилась все классно мы видим все работает теперь необходимо подготовить сами сами наши 360 изображения если вы не фотограф не обладаете супер камерой вы можете найти такие фотографии на бесплатных ресурсах один из них я вам оставлю ссылку в описании самый популярный сайт hd рай хайван собственно здесь есть все что необходимо нажимаем hd rise закрываем перевод языка и здесь у нас есть категории здесь тоже слева они и видно как выглядит на 3d моделях если вы занимаетесь 3d моделированием но сегодня нам необходимо просто найти что-то для нас собственно листать мы сейчас долго выбирать не будем я уже выбрал все скачал с этого сайта на примере одной картинки покажу мы нажимаем допустим на картинку которая нам понравилась в которой мы окунемся и собственно качаем 16к либо меньше если хотите но я сегодня работаю 16к потому что я вам покажу прикольные штуки в фотошопе если у вас интернет позволяет сразу качайте 16к ну и собственно мощность компьютера давайте нажмем скрыть вот они у меня скаченные 3 изображения открываем наш фотошоп и давайте переносим в наш фотошоп он у меня уже открыт одну из картинок вот допустим сюда и вот мы видим открывать наша hd рай изображения но обратите внимание что вы столкнетесь очень большим количеством непоняток например вы хотите сохранить это изображение в этом его подредактировали или не редактировали просто хотите перевести его в jpg формат или png чтобы вставить в наш spark смотрите следующее что происходит файл сохранить как у нас пропадают абсолютно все форматы кроме ну таких скажем как крупногабаритных форматов 7 обычные форматы пропадают даже если мы сохраню в psd и попробуем с psd сохранить jpg или png у нас это не получится поэтому смотрите что мы делаем а мы помимо того что сейчас будем делать я вам покажу еще и автоматизацию к этому то есть чтобы мы еще сделали на одной картинке и сразу применили на 3 вы здесь нажимаем смотрите окно если у вас нет операции включаемых это для автоматизации собственно вот окошко операции у меня здесь появилась нажимаем добавить новую папку допустим нажимаем окей нажимаем создать новую операцию и задаем функциональную клавишу операции это для удобства нажимаем допустим f10 и control нажимаем записать если вы создали и забыли сразу применить горячую клавишу нажимаем два раза слева ой точнее справа от текста например здесь два раза нажимаем появляется и здесь вот задаем все как мы сделали нажимаем окей собственно сейчас идет запись давайте посмотрим что делать с таким изображением как его перевести и чтобы все было супер-пупер сегодня мы сделаем три картинки в спарке объясню что к чему нажимаем на изображение режим и видим то что сейчас стоит 32 бита это очень много поэтому формата jpeg и некоторые другие у нас не отображаются поэтому мы переводим в 16 бит далее появляются настройки как у raw формата для этого мы можем задать все здесь вручную можем посмотреть какие-то здесь параметры можем вот здесь полистать но я уже знаю какой мне подойдет для этой картинки здесь у меня по умолчанию выбирая экспозиции гамма вполне отлично выглядит мы можем посмотреть как локальная адаптация выглядит или там выровнять гистограмму довольно ярко экспозиция гамма ставим нажимаем ok теперь нажимаем изображение размер изображения и обратите внимание сейчас просто покажу вам turbo фишку фотошопик о которой вы наверняка не знали примерно 2019 фотошопа а может быть из 2020 я точно не помню я пользуюсь 2020 появилась такая возможность как калькулятор в каждой абсолютной ячейке то есть допустим у меня ширина и высота сейчас стоит скрепка то есть пропорционально будет изменяться я нажимаю разделить на 35 и нажимаю enter нажимаю ok и у меня фотошоп поделил то есть не нужно использовать калькулятор что-то высчитывать можно просто использовать прямо фотошопе умножить там отнять разделить и так далее и все здесь работает просто супер нажимаем ok теперь нажимаем файл сохранить как видим появились наши форматы сохраняем jpeg не меняя название нажимаем сохранить и качество выбираем 7 этого достаточно сегодня для нашего урока нажимаем ok собственно давайте нажмем стоп запись и нажмем изображение еще раз я вам покажу если вы скачали допустим знаю там 10к 8к сегодня мы работаем с разрешением всех картинок вот таким это самое оптимальное чтобы было соотношение качество размер самое оптимальное для спарка давайте все закрываем и переносим наши следующие картинки мы видим вот картинка у нас появилась кстати перед тем как мы сделаем следующие картинки через автоматизацию я хочу вам показать и вообще поговорить о размере маски нажимаем alt enter либо правой кнопкой мыши свойства и видим размер данной картинки с 760 килобайт это не говорит то что другие картинки будут столько же весить они могут там плюс-минус 50 процентов весить но минус вряд ли а плюс наверняка и в размер нашей маски инстаграма окончательно должен быть не более 4 мегабайт то есть даже если каждая картинка будет там по 1 и 1 мегабайта умножаем на 3 сегодня три картинки у нас это 33 плюс сфера которая у нас там 250 килобайт в итоге у нас даже остается там еще немножко на текстуры какие-либо может быть если вы будете делать меньшее разрешение вы можете 4 картинки запихнуть ну в общем с этим разобрались давайте теперь еще вам покажу крутой просмотрщик VR фоток он вам прийдется обязательно я оставлю ссылку в описании вот gopro выпустила его он абсолютно бесплатный и мы переносим нашу картинку который jpeg hd-ray он не читает и можем сделать его весь экран и видим как мы прямо очутились в этой фотографии можем так вот раз просматривать можем стрелками нажимать в общем довольно круто и самое главное что здесь есть плюс и минус на клавиатуре когда мы нажимаем мы можем делать вот такие штуки можем сделать себе какой-то значок например прикольный для маски таким способом ну и просто осмотреться в фотографии короче всем рекомендую я думаю вам понравится далее переходим делаем остальные наши фотографии давайте по одной переносим в наш photoshop если у вас мало оперативной памяти может быть вам надо стоит даже перезапускать photoshop но я думаю должно все у вас получится так же как у меня открылась наша фотография давайте нажмем control f10 применится наша автоматизация и нам не нужно уже задавать какие-то настройки единственное что есть фотография содержит совсем другую яркость иногда с ней стоит поработать вручную но сегодня я показываю вам сам принцип вот так получилась наша фотография выглядит идеально и давайте третий наш вариант переносим нажимаем control f10 напоминаю такая горячая клавиша потому что мы создали операцию мы можем также нажать на операцию нажать play вместо горячей клавиши скрываем наш photoshop и видим то что наша картинка просто суперская давайте нажмем редактировать каждую картинку и выстроим им правильную нумерацию точнее не редактировать а переименовать я нажимаю но выделяю картинку нажимая f2 пишу 001 и так вот каждую чтобы мы знали какая последовательность будет то есть эта картинка у нас будет 1 это 2 это 3 также именно spark и читает даже если вы выделите в спарке когда файлы стоят вот в такой последовательности допустим вот акт вы их выделяете в спарке он все равно будет с 0 1 следующий 0 2 и следующий 0 3 давайте откроем наш спарк и теперь будем работать именно в нем делаем во весь экран нажимаем на наш объект камера сегодня нам понадобится текстур экстракшн и сегментация текстур экстракшн это все что видит наша камера и сегментация это то что программное обеспечение instagram выделяет именно наш контур ну собственно находит нас давайте сейчас нажмем на дистанции правой кнопкой мыши и нажмем canvas здесь мы то есть canvas это просто такая прямоугольная область вся которая видит наша камера давайте правой кнопкой мыши нажмем добавить и выберем rectangle rectangle уже прямоугольник нам необходимо его сделать по ширине и по высоте чтобы он занял полную область которую видит наша камера для этого в параметрах его сайс размер до нажимаем раз нажали по ширине и то же самое делаем по высоте окей здесь все супер нажимаем создать новый материал нажимаем создать новый обязательно материал 0 2 раза нажимаем выбираем шейдер тип flat чтобы он не зависел от цвета далее у нас идет текстура это у нас камера текстура и собственно дальше у нас должен должен выделяться сам человек для этого в альфа мы нажимаем текстуру person segmentation окей как видите человек у нас сейчас вырезается дальше мы все по порядку будем делать настройки которые нужно еще добавить я помню но тем не менее хочу чтобы вы все это наглядно увидели давайте сейчас я кстати нажимаю правой кнопкой мыши чтобы вращаться колесо мыши зажимая чтобы делать вот так перемещаться и кручу колесо мыши чтобы прибежать отдалять давайте нашу сферу перенесем вот сюда давайте посмотрим как она заняла наша плоскость так не должно быть то есть canvas не должен быть у нас в середине сферы это неправильно поэтому нашу сферу мы переносим ниже ниже микрофона окей как видите немножко остается пространство чтобы наша камера показала нас и за камерой у нас остается наша сфера это самый правильный вариант сейчас все сделано идеально дальше нам необходимо сделать у сферы мы раскрываем давайте мы даже не будем раскрывать вот здесь вот сразу выберем default material и у него стоит шедер тип флэт это все как нужно текстуру нам необходимо загрузить анимацию нажимаем раскрыть список нажимаем новая анимация когда вы выбрали параметр новая анимация появляется выбрать файлы и здесь мы выбираем через control например если вы работаете на пока либо команд на маке и нажимаем 0 1 0 2 0 3 вот выбрались все три файла нажимаем открыть далее нам необходимо обязательно перейти в параметры нашей картинки вот создаваясь анимация 0 0 1 3 либо нажать вот здесь два раза потому что у нас анимация секвенция сейчас активно нажимаем дальше нажимаем нет компрессии но как мы видим или не видим давайте сейчас проверим иногда spark а чаще всего это происходит зачастую сейчас я не вижу разрешение картинки давайте нажмем уменьшить и перенесем просто одну картинку для пробы и посмотрим что с ней сейчас spark сделает нажимаем нет компрессии как мы видим он изменил разрешение нашего качественного объекта на у такую фигню на самом деле поэтому картинка будет очень некачественной давайте исправим это давайте все удаляем и здесь дарит вот нажимаем дэлит эти картинки сто процентов загружен также сейчас мы сохраняем наш проект нажимаем файл сохранить 360 и в ней допустим проект 360 окей он создался давайте сейчас закроем наш spark открываем нашу папку я даже попробую полностью закрыть spark чтобы процессор мой перестал грузить и компьютер перестал шуметь по что spark программа не оптимизированная глючная и так далее хоть ее и дорабатывают два раза в неделю давайте открыли папку 360 и заходим в текстуры здесь мы видим что нажимаем alt enter нажимаем подробно здесь мы кстати точно можем посмотреть разрешение да нафиговая нам такое не нужно я напоминаю что наше хорошее разрешение она составляет 4000 то есть четыре раза даже с копейкой больше чем наш spark решил нам вставить нафига непонятно он любит сжимать но у него это все плохо получается поэтому мы всегда ставим нет компрессии делаем все сюда сами давайте перенесем все изображения через control но мы копируем в данном случае и нажимаем заменить файл в папке теперь у нас файлы качественные размер мы видим что позволяет 314 в принципе как мы и считали давайте откроем наш проект заново парк запоминает последние наши пути открываем наш spark нажимаем последние проекты выбираем 360 и так открылась наша сферическая панорама наша маска сейчас мы видим то что картинка стала очень четкой давайте нажмем на паузу все супер великолепно теперь нам необходимо сделать некоторые параметры чтобы наш персонаж отображался в этой сфере ну во первых нажимаем давайте во весь экран сделаем нажимаем на сферу выбираем default material и здесь мы меняем параметр мод в render option мод и выбираем фронт теперь наша сфера она действительно стала панорамной все как нужно единственное мы видим за персонажем сетку а не наш фон для этого необходимо нажать на rectangle перейти в его материал 0 и здесь выбрать галочку альфа тест теперь все классно все супер уже пол дела из вырезания мы сделали теперь необходимо подрегулировать некоторые настройки мы видим то что есть белая такая обводка вокруг нашего персонажа она не то чтобы белая это то что захватывает камера рядом с вами то есть если у вас будет другой фон соответственно будет другой захват вот вы видите здесь розовый захват идет давайте вернемся к нашему персонажу обычному и допустим подрегулируем наше вырезание есть три способа как это сделать первое переходим в сегментацию персоны и здесь есть первая вкладка можно ее регулировать как видите все меняется есть вторая вкладка которая регулирует размер то есть первое сглаживание скажем так второй размер и есть еще один метод он находится в ректэнгл самом в его материале это где альфа тест есть вырезание здесь мы можем еще подрегулировать эти три параметра и будут отвечать за нашу четкость вырезания далее давайте перейдем к нашим патчем и сделаем чтобы по тапу на экран мы переключали сзади картинку для этого нажимаем вид показать редактор патчей давайте сделаем его немножко больше картинку уменьшим давайте два раза нажимаем на патч редактор и выбираем переключаем на английский screen tab то есть при касании на экран что должно произойти во первых должен сработать счетчик чтобы программа понимала какое количество что с ними делать переключать собственно у нас количество 3 как мы помним для этого переходим в анимацию секвенцию выносим конкретный фрейм и вот получается цепочка то что по тапу на экран будет переключаться от 0 до 5 главное чтобы не меньше то есть если маска возле фейсбука там у нее размер 10 мегабайт там можно ставить 10 фонов то соответственно ставьте цифру 10 главное чтобы она была не меньше чем по факту то есть нас три можно не менять оставить 5 будет все идеально работать для этого для теста давайте нажимаем на три полоски нажимаем симулировать нажатие когда мы будем нажимать наш фон и переключается все замечательно работает далее давайте создадим сглаживание лица возможно для вас сглаживание лица сейчас покажется странным способом но если вы делали уже луты то вы поймете о чем речь давайте нажимаем правой кнопкой мыши на дистанция нажимаем добавить и создаем фейсмешка на мы создаем фейсмеш сразу создается фейстрекер так делать быстрее вот нас два объекта давайте у фейстрекер вынесем текстур экстрекшен это будет именно текстура нашего лица она нам пригодится для фейс копе на фейсмеш 0 это наше сглаживание лица давайте добавим текстуру как обычно переходим в материал 1 нажимаем шейдер тип это ретушь ставим 20 процентов больше ставить чем 25 я не рекомендую потому что в темное время суток лицо очень будет размываться далее давайте у фейстрекера вот смотрите вы так сделали но так как у нас используется ректенгл у нас нету сглаживание лица в его как бы создали но она не работает чтобы она работала нам необходимо сделать копию лица давайте сделаем добавить у фейстрекера нажимаем и добавляем фейсмеш еще один здесь чтобы не столкнуться с глюками программы мы сразу снимаем галочки на глазах и рот далее переходим в создать новый материал выбираем создать новый два раза на материал 2 выбираем обязательно шейдер тип flat далее текстура нам понадобится которую мы вынесли в фейс трекер текстур собственно вот у нас вынеслось лицо мы можем нажать play и видеть как лицо у нас находится позади ректенгла поэтому у вас иногда будет пропадать сглаживание для этого чтобы сглаживание никогда не пропадала все было супер нашего материал 2 мы раскрываем опции рендера и убираем галочку use dev test собственно теперь наше лицо как мы видим здесь она всегда будет поверх есть еще один момент который может быть сейчас он и не нужен но иногда это нужно сделать и чтобы у нас точно все работало прекрасно мы добавляем сглаживание краев лица сейчас края лица у нас очень четкие давайте добавим размытие ссылку на этот файл я прикреплю в описании он выглядит вот так я переношу с рабочего стола и обязательно ставлю галочку нет компрессии это как правило запомните всегда надо делать нажимаем раскрыть и собственно теперь переходим на фэйс мэш 1 2 материал 2 и здесь мы выбираем альфа и выбираем наш фэйс мэш маск как мы видим края размылись и так со сглаживаем лица и переключением фонов мы разобрались все работает очень круто классно теперь нам необходимо добавить инструкцию для этого нажимаем проект редактировать проект вторая вкладка copy bill it is нажимаем добавить и пишем инструкции на английском языке выбираем вот они появились раскрываем список автоматически убираем добавляем кастомные раскрываем кастомный список и нажимаем добавить здесь на русском языке мы пишем изменить изым и появляется косметич коснитесь чтобы изменить выбираем два раза нажимаем дан далее необходимо вынести это на патч редактор нажимаем девайс здесь кастомные инструкции патч нажимаем создать инструкцию левая часть это разные инструкции выбивать нам она не нужна у нас инструкция 1 удаляем остается только правая часть собственно активация нашей инструкции два раза нажимаем добавляем runtime нам нужно сделать так чтобы программа понимала когда показывать когда скрыть вообще чё делать runtime добавляем это такой патч который отвечает за запуск маски он считает секунды с момента запуска маски от runtime мы переносим стрелку в и создаем less than less than параметр который сравнивает наше значение давайте 2 и 5 поставим он сравнивает именно секунды давайте вот runtime пошел время прошло но когда достигнет 2 и 5 наша инструкция скроется изначально она будет сейчас активно давайте нажмем restart и посмотрим нажмем сейчас play инструкция появилась смотрите как только здесь 2 и 5 метку проходит инструкция скрывается все замечательно работает ну а теперь давайте попробуем протестировать это в телефоне и вы сейчас увидите как все это работает друзья смотрите что у нас получилось в принципе я нахожусь вот в таком якобы помещении все довольно круто работает мы можем переключать смотрите я уже в другом месте и все это в 360 можем еще раз нажать выглядит все это вот так надеюсь вам понравился сегодняшний урок и так друзья вы все видели сами все работает все классно все красиво высокое разрешение напоминаю что вы можете менять параметры если хотите там изменить вам кажется что сильно вырезает или как-то не до вырезает параметры вот здесь сегментации персона мы можем менять два параметра и еще один параметр у нас в самом ректенгле в материале его это у нас вот под альфа тестом вырезания так урок надеюсь был полезный много чего вам показал и сейчас я вам вкратце расскажу о моих проектах обязательно подписывайтесь в нашу группу вконтакте ссылка в описании также у нас есть чат telegram также будет в описании он сейчас самый крупный в россии по спарк и ар на сегодняшний день будет к вечеру уже две тысячи человек представляете прям большое количество там мы общаемся помогаем друг другу вот всего доброго всем и пока